О важном и дорогом душе и мире, событиях и явлениях. Точка отчёта. На утренней волне наше радио. Слушайте прямо сейчас. Доброе утро. Вы слушаете программу «Точка отчёта» с Алексеем Боровских. И сегодня для разговора в студию я пригласил семейного консультанта, пастора церкви «Дом хлеба» Сергея Витюкова. К сожалению, не всегда у нас приятные информационные поводы. Вот и есть печальная новость. Как сообщает корреспондент славянского Сакрамента, в столице Калифорнии прошли похороны 36-летнего Эмерсона Киарогла. Согласно появившейся информации, погибший является сыном пастора местной славянской церкви. По словам близких, скончавшийся на прошлой неделе парень некоторое время находился на реабилитации в одном из реабилитационных центров Сакрамента. Однако, по словам очевидцев, полный курс программы он так и не закончил. Медицинские работники, осматрившие тело погибшего, заявляют о передозировке героина. В связи с этим, Сергей, у меня к вам вопрос. Почему мы теряем наших детей с такой вот периодичностью, с такой скоростью? Это не первый и, к сожалению, не последний случай. Причин для проблем может быть довольно много и совершенно разные. Во-первых, я сразу же говорю, что я скептично отношусь к средствам массовой информации и к таким свидетельствам очевидцев. Пока не вижу фактов. Я стал в какой-то мере очень недоверчив к средствам массовой информации, особенно событиями последней Украины и России. Это масса или, откровенно, лжи, или достаточно извращенной информации. Это первая часть, сразу скажу. Но, тем не менее, я так понимаю, что проблема отцов и детей, она здесь, в эмигрантском обществе, умножается, умножена в сотни раз. Почему? Потому что, на мой взгляд, кроме того, что отцы и дети — это всегда определенное напряжение, это всегда определенное недопонимание во все времена. А здесь еще примешиваются другие проблемы. Ну, например, культурный разрыв, языковой разрыв между отцами и детьми. Значит, конфликт поколений, как ты сказал, был всегда. Я думаю, что здесь несколько вещей, которые сегодня происходят, которые увеличивают этот разрыв в наше время. Как ни странно, это, на мой взгляд, первый бы поставил бы — это хорошая жизнь. Этот внешний достаток все-таки расслабляет, и особенно молодежь. Я думаю, что человек должен все-таки, чтобы воспитать в себе внутренние, эмоциональные, душевные даже, бойцовские качества, он должен жить в какой-то мере даже в жестких условиях. Поэтому я, когда провожу семинары для родителей, я говорю, если у вас есть достаточно возможности сделать для детей хорошую жизнь, все-таки огранищи ее и добавьте немножко все-таки трудностей и переживаний. Потому что именно в пустыне воспитывались, все-таки Бог воспитывал израильский народ, чтобы они были сильным народом. А что вы имеете в виду? Какие, скажем так, сложности мы можем добавить? Например, даже таки вот удовлетворять все детские капризы. Все хочу. Если мы не будем детям отказывать ни в чем, во-первых, они никогда не будут довольны и благодарны, кстати, тоже. У них не будет навыка внутреннего отказа самому себе. И вначале детям мы помогаем развивать этот навык, говорить себе нет. Почему случаются наркотики, разврат, другие вещи? Потому что человека нет внутреннего способности сказать твердое нет на то, что нужно сказать нет. Ему всегда говорили да, и он себе не может отказывать. Я считаю, что это одна из главных вещей, разрушающей следующее поколение. Еще одна, мне кажется, из проблем, это вот, скажем так, исключительно использование запретительных мер. Вот как понять ребенка, особенно в его сложный период, 13, 15 лет, 20 лет? Видишь, почти все навыки, большинство навыков развивается до 6-7 летнего возраста. Потому что я считаю, что до 6-7 летнего возраста уже в ребенка нужно развить основополагающие навыки жизни. В том числе, говорить себе нет. Это не значит, что вокруг должны быть одни запреты. Это не так. Как раз наоборот, иногда что-то разрешая, мы ставим границу. И я думаю, что это очень важный навык. Сначала родители становятся внешним сдерживающим фактором. Запрет и родители. Но их цель не всегда быть этим, а развить внутреннюю стержень, способный говорить нет самому себе. Даже когда вокруг нету родителей. А еще одна деталь, конечно же, мы должны понимать, что сегодня слишком доступны многие вещи, в том числе информационная область. Сегодня с легкостью, раньше, как говорили родители, не пускай детей на улицу, чтобы плохого не научился. Сегодня весь мир, как ужасный, так и прекрасный, как божественный, так и оккультный, у него в кармане. Что вы имеете в виду? Я достаточно иметь телефон или айфон, или, не знаю, компьютер. Да, выход в интернет, да? Выход в интернет, у него весь мир в кармане. И мы не можем это ограничивать. Поэтому я должен, думаю, научить детей внутреннюю навыку сказать себе твердо нет, когда нужно это делать нет. И, конечно, самое главное, хочу сказать, как христианин, самое большое, что удержит наших детей в этом безумном мире, это, конечно, Божье начало, Божья часть, то, что Бог дает нам через рождение свыше. Вот это Божье начало, оно способно держать наших детей в этом безумном мире. Мне нравится местописание, где Иисус Христос говорит, что Он делает то, что видел у Отца. Вот, на ваш взгляд, что должны родители и дети делать вместе, чтобы, вот, что называется, с молоком матери, да, на уровне эмоций или ощущений передать своим детям лучшее? Я думаю, все, что только можно, максимально и все. Я говорю о хороших вещах, но даже учиться на плохих. Я считаю, что проведенное как раз с детьми время, это время хорошего обучения и хорошего контакта. А еще один момент, вот такие случаи, как в этом, в этом детали, то есть я сейчас не говорю об этом случае, а в принципе о таких. Иногда это не только неумение сказать себе нет, но неумение справиться с внутренним вызовом, который ребенок бросает человеку власти, в том числе и родителям. Если с родителями у него были плохие отношения, то есть он делает точно да наоборот, что ему говорят родители. И больше того, он делает именно то, что больнее всего родителям. Это чаще всего мера или средство мести человеку, на который он обижен. Если ребенок себя ведет как-то неадекватно, этот звоночек о чем для родителя? Наверное, что что-то неправильно в отношениях и в понимании самого ребенка, потому что почти все внешние действия – это только отражение наших внутренних побед или поражений. Видишь, иногда, особенно в христианских семьях, особенно в пастырских семьях, мы очень слишком заботимся о имидже, как дети будут выглядеть перед обществом. Но формировать поведение человека, не изменяя его сердце – это воспитать ничто другое, как отъявленного лицемера, который, равно ли поздно, настоящий вырвется наружу. Я сейчас не говорю о данном случае, я его не знаю. Я говорю сейчас, в принципе, об этой проблеме. Спасибо, Сергей. Мы говорили об искренности, которая берет города и меняет погоду в доме. Это была программа «Точка-отсчета» с Алексеем Боровских. Наш электронный адрес – медиасобака.hofb.org. Телефон 916-344-9378. Хорошего дня и до встречи в радиоэфире. Точка-отсчета – это начало нового дня, новой жизни, новых решений.